Продолжим изучение работы Владимира Ильича Ленина Грозящая катастрофа и как с ней бороться Мы рассмотрели первые 8 глав этой работы И начало 9 главы, которую Владимир Ильич назвал Разрушение работы демократических организаций правительством Он в этом самом начале подводит итог рассмотрения тех мер Которые необходимо было провести для того, чтобы победить грозящую катастрофу и надвигающийся голод И вот эту 9 главу он так и начинает Мы рассмотрели различные способы и методы борьбы с катастрофой и голодом Мы видели повсюду непримиримость противоречия между демократией с одной стороны И правительством, а также поддерживающим его блоком эсеров и меньшевиков с другой И продолжает Сущности, описанные выше меры борьбы с катастрофой и голодом Сводятся к всестороннему поощрению, вплоть до принуждения Об союзивании населения и в первую голову демократии То есть большинства населения Значит, прежде всего, угнетенных классов, рабочих и крестьян, особенно беднейших То есть, как бы, в этой мысли он подчеркивает, что Ну, наиглавнейшая мера борьбы с катастрофой и голодом Это объединение населения в борьбе за демократию Вот так можно оценить эту мысль И далее он говорит И вот самое замечательное во всей полугодовой истории нашей революции По рассматриваемому вопросу состоит в том Что правительство, называющее себя республиканским и революционным Правительство, поддерживаемое меньшевиками и эсерами От имени полномочных органов революционной демократии Это правительство боролось против демократических организаций и побороло их То есть, правительство, хоть и называло себя революционно-демократическим Фактически, как утверждает Владимир Владимирович, боролось с этой демократией И далее вот в этой главе он рассматривает на примере Пальчинского пешеходного министра труда Как правительство боролось с демократическими организациями Мы на подробностях на этих останавливаться не будем Кому интересно, тот сам прочитает Работает доступно Время ушло, конечно, ситуация несколько иная Но, тем не менее, прочитать будет интересно Я хочу остановиться на следующем в этой главе, что сказал Владимир Владимирович Правительство нарушает закон, принимая в угоду богачам, помещикам и капиталистам Такую меру, которая губит все дело контроля продовольствия И оздоровления расшатанных до нельзя финансов А эсеры и меньшевики продолжают говорить о соглашении с торгово-промышленными кругами Продолжают ходить на совещания с Терещенкой С Терещенкой, щадить Керенского И ограничиваются бумажной резолюцией протеста Которую правительство преспокойно кладет под судно Вот тут-то, как говорит Владимир Владимирович Особенной наглядностью обнаруживается та истина, что эсеры и меньшевики Изменили народу и революции И что действительно вождем масс даже эсеровских и меньшевистских становятся большевики Ибо именно за воеванием власти пролетариатам с партии большевиков Во главе его Одно в состоянии было бы положить конец Творимым Керенским и компанией Безобразием И восстановить ту работу демократических организаций Продовольствия, снабжения и так далее Которую Керенский и его правительство срывают Вот этой мыслью он как бы подводит итог Тому, что он хотел сказать в этой главе Как правительство разрушило работу демократических организаций И я думаю, что по этой главе достаточно Следующая глава, десятая Финансовый крах и меры против него То есть Владимир Владимирович эту главу посвятил Особенно именно финансовому состоянию в стране Потому что в предыдущих главах он как-то этого мало касался И говорит Для серьезной борьбы с финансовым расстройством И неизбежным финансовым крахом Нет иного пути Кроме того революционного разрыва с интересами капитала И организации контроля действительно демократического То есть снизу контроля рабочих и беднейших крестьян за капиталистами Того пути, о котором говорит все наше предыдущее изложение То есть опять усиливает ту мысль, что надо организовать контроль снизу Со стороны рабочих и беднейших крестьян И продолжает А контроль за капиталистами невозможен, если он остается бюрократическим Ибо бюрократия тысячами нити сама связана и переплетена с буржуазией И далее он говорит, что между тем Именно революционно-демократические меры Объединяя в союзы как раз угнетенные массы рабочих и крестьян Как раз массы давали бы возможность установления Самого действительного контроля за богатыми И самой успешной борьбы с утайкой доходов Ибо без мер истинно революционных Без серьезнейшего принуждения Капиталисты никакому контролю не подчинятся Своих бюджетов не откроют Запасы бумажек не сдадут под отчет демократического государства То есть только под контролем возможно Добиться принуждения, чтобы капиталисты этому контролю подчинились Объединенные в союзы рабочие и крестьяне Национализируя банки Вводя чековые обращения, как обязательные по закону Для всех богатых людей Отменяя торговую тайну Устанавливая конфискацию имущества За утайку доходов и тому подобное Могли бы с чрезвычайной легкостью Сделать контроль и действительным И универсальным Контроль именно за богатыми Контроль именно такой, который вернул бы казне Выпускаемые ей бумажки Бумажные деньги от тех Кто их имеет От тех, кто их прячет Для этого нужна революционная диктатура демократии Возглавляемой революционным пролетариатом То есть для этого демократия должна стать революционной на деле Вот так он оценивает те истинные, как он сказал, революционные меры Которые могут организовать контроль по всем направлениям в государстве Ну и я думаю, что вот этих мыслей В десятой главе достаточно И только заключительную фразу этой главы Хотел бы привести Обратить ваше внимание на эту заключительную мысль Здесь Владимир Владимирович сказал В 20 веке в капиталистической стране Нельзя быть революционным демократом Ежели бояться идти к социализму И вот эта заключительная фраза десятой главы Ну, можно сказать, является переходом к следующей главе К одиннадцатой, которую он озаглавил Можно ли идти вперед, боясь идти к социализму? И начинает он с такой мысли эту главу Предшествующее изложение Легко может у читателя Воспитанного на ходячих оппортунистических идеях эсеров и меньшевиков Выслать такое возражение Возражение Большинство описываемых здесь мер В сущности не демократические А уже социалистические меры Дескать, мы не созрели для социализма Рано вводить социализм Наша революция буржуазная Поэтому надо быть в холопах у буржуазии То есть, некоторые, особенно об этом говорит Владимир Ильич Представители эсеровской и меньшевистской массы Именно на этом, этой мысли И пытались убедить население, что рано еще нам вводить такие меры Социалистические И поэтому Владимир Ильич продолжает Услужающие буржуазии, горе-марксисты Которым перешли и эсеры И которые рассуждают так Не понимают, что такое империализм Что такое капиталистические монополии Что такое государство Что такое революционная демократия Ибо поняв это, нельзя не признать Что нельзя идти вперед, не идя к социализму И разъясняет вот эти вот понятия Которые, как он говорит, что непонятны Некоторым горе-марксистам Понятие империализма Он отвечает так Об империализме говорят все Но империализм есть не что иное Как монополистический капитализм То есть кратко охарактеризовал его А что такое государство Это организация господствующего класса Поэтому государственно-монополистический капитализм При действительно революционно-демократическом государстве Неминуемо, неизбежно означает шаг И шаги к социализму Ибо социализм Есть ни что иное Как ближайший шаг вперед От государственно-капиталистической монополии Или иначе Социализм есть ни что иное Как государственно-капиталистическая монополия Обращенная на пользу всего народа И постольку Переставшая быть Капиталистической монополией То есть фактически, как говорит Владимир Ильич, что экономически это государство, монополистическое, оно уже экономически готово к тому, чтобы перейти к социализму. Нужно только сделать некоторые определенные шаги. И поэтому он утверждает, что середины тут нет. Либо быть революционным демократом на деле, тогда нельзя бояться шагов к социализму. Либо бояться шагов к социализму, осуждать их по-плехановски, по-дановски, по-черновски доводами, что наша революция буржуазная, что нельзя вводить социализма. Вот поэтому, значит, либо так, либо так. И, как бы, заключая, ну, дает некоторый анализ этим историческим событиям, колебаниям, которые происходят. Он в заключении, как бы, говорит, что империалистическая война есть канун социалистической революции. И это не только потому, что война своими ужасами порождает пролетарское восстание. Никакое восстание не создаст социализма, если он не созрел экономически. А потому, что государственно-монополистический капитализм есть полнейшая материальная подготовка социализма, есть преддверие его, есть та ступенька исторической лестницы, между которой и ступеньки, называемые социализмом, никаких промежуточных ступеней нет. То есть, от государственного, от монополистического государства никаких промежуточных ступеней к социализму нет. И, заключая эту главу, он говорит, к вопросу о социализме наши эсеры и меньшевики подходят по-доктринерски, с точки зрения заученной именно изусть и плохо понятой доктрины. Они представляют социализм чем-то далеким, неизвестным, темным будущим. А социализм теперь смотрит на нас через все окна современного капитализма. Социализм вырисовывается непосредственно, практически из каждой крупной меры, составляющей шаг вперед на базе этого новейшего капитализма. То есть, чем дальше развивается монополистический капитализм, тем ближе мы к социализму. Вот и такой вывод делает Владимир Ильич в этой главе. Следующая глава, которая озаглавлена Владимиром Ильичем, борьба с разухой и война. Ну, поскольку у нас сейчас как бы состояние государства в мирном состоянии, особо ни с кем не воюет, если не считать там некоторых процессов, происходящих в Сирии, там в Карабахе, на Украине и так далее, то я хочу здесь вот из этой 12 главы, то, что для нас, для нас, современников, важно, выделить две мысли. Две мысли. Первая мысль, которую излагает Владимир Ильич в начале этой главы, она заключается в следующем. Вопрос о мерах борьбы с надвигающейся катастрофой подводит нас к освещению другого важнейшего вопроса. О связи внутренней политики с внешнею. Или иначе, о соотношении между войной захватной, империалистической и войной революционной, пролетарской. Между войной преступно-грабительской и войной справедливо-демократической. Все описанные нами в меры борьбы с катастрофой чрезвычайно усилили бы, как уже нами было отмечено, обороноспособность. Или, говоря иначе, военную мощь страны. Это с одной стороны. А с другой стороны, эти меры нельзя провести в жизнь, не превращая войны захватной в войну справедливую, войны, ведомой капиталистами в интересах капиталистов, в войну, ведомую пролетариатам в интересах всех трудящихся и эксплуатируемых. То есть, мысль эта заключается в том, что если империализм развязывает войны, то их надо превращать в войну справедливую. И вторая мысль этой главы, на которой я хотел бы остановиться, вот какая тоже важна для нас, современников. Нельзя сделать страну обороноспособной без величайшего героизма народа, осуществляющего смело, решительно, великие экономические преобразования. И нельзя вызвать героизм в массах, не разрываясь империализмом, не предлагая всем народам демократический мир, не прекращая, не превращая войны таким путем из захватной, грабительской, преступной, справедливую, оборонительную, революционную. Только беззаветно последовательный разрыв с капиталистами и во внутренней и внешней политике в состоянии спасти нашу революцию и нашу страну, зажатую в железные тиски империализма. Вот такой мыслью он и заканчивает эту 12-ю главу, что касается войны и борьбы с разрухой. Ну и заключительная глава этой работы озаглавлена следующей мыслью. Мыслью «Революционная демократия и революционный пролетариат». То есть соотношение двух вот этих понятий. И по этому поводу Владимир Ильич говорит, чтобы быть действительно революционной, демократия современной России должна идти в теснейшем союзе с пролетариатом, поддерживая его борьбу как единственного до конца революционного класса. В силу ряда исторических причин, большей отсталости России, особых трудностей войны для нее, наибольшей гнилости царизма, чрезвычайной живости традиций 905-го года, в России раньше других стран вспыхнула революция. Революция сделала то, что в несколько месяцев Россия по своему политическому строю догнала передовые страны. Но этого мало. Война неумолима. Она ставит вопрос с беспощадной резкостью. Либо погибнуть, либо догнать передовые страны и перегнать их также и экономически. Ну вот что хочу как бы добавить к Владимиру Ильичу, что мы хоть не в состоянии войны, но вот после той разрухи, которая произошла на рубеже 20-21 века, мы опять экономически отстали от развитых государств. И нам предстоит очень тяжелая работа, если придется их снова догонять. И развивая вот эту мысль, что либо погибнуть, либо догнать передовые страны и перегнать их экономически, Владимир Ильич говорит, погибнуть и на всех парах устремиться вперед. Так поставлен вопрос истории. И отношение пролетариата к крестьянству в такой момент подтверждает, соответственно видоизменяя ее, старую большевистскую постановку вырвать крестьянство из-под влияния буржуазии. Только в этом залог спасения революции. Дело в том, что почему он ставит этот вопрос, чтобы вырвать крестьянство? Ну, потому что крестьянство это наиболее крупная была на тот момент часть мелкой буржуазии. Поэтому ее нужно было привлечь. Ну, в настоящее время, конечно, крестьянство у нас не стоит многочисленным, но мелкой буржуазии у нас хватает. И вот эта мысль, что объединение интересов пролетариата и мелкой буржуазии, оно сейчас совершенно необходимо, она тоже действует и в настоящее время. Поэтому вот здесь рассматриваю эту необходимость, что нужно приближать мелкую буржуазию к пролетариату и ввести их в коалицию с пролетариатом. Владимир Ильич говорит, что между буржуазией и пролетариатом стоит мелкая буржуазия. Она неизбежна, в силу ее экономического классового положения, колеблется между буржуазией и пролетариатом. СССР и меньшевики тянут мелкую буржуазию к союзу с буржуазией. За полгода революции эта политика потерпела полный крах. И поэтому в заключение этой главы и всей работы Владимир Ильич говорит, чем полнее крах союза буржуазии с СССРами и меньшевиками, тем быстрее научится народ, тем легче он найдет верный выход в союз беднейшего крестьянства, то есть большинство крестьян с пролетариатом. Ну, а для нас союз мелкой буржуазии тоже с пролетариатом, с рабочим классом. Вот я бы хотел на этом закончить. Пожалуйста. Какие вопросы, какие есть предложения и мнения. Да, непонятно было высвать о том, что между капитализмом и социализмом нет этих ступенек, как там я говорил. Да, то есть невозможно никакое другое общество между капиталистическим и социалистическим обществом. То есть никаких промежуточных моделей общества не может быть. То есть от капитализма, от монополистического, несомненно, возможен только переход к социализму. А то есть просто диаметрально противоположные интересы противоположные? Ну, диаметрально противоположные интересы в буржуазии, благодаря за это, конечно. Не только диаметрально противоположные, но и непримиримые. Вот еще что. А в этом плане есть другой вопрос. Хорошо, вот Ленин пишет, что капитализм, когда он уже там на иполистической стадии развился, там переход к социализму. У нас есть пример Китая, Вьетнама, Кореи, где как бы не то, что там монополии какой-то, там капитализм еще не развился. Они по факту были еще чуть ли не сфидализмом. Ну, тут, видишь, это самое, Александр, тут очень много факторов, которые способствовали переходу. Ну, первый фактор, что социализм уже к тому времени, когда Китай перешел, уже существовал не одно десятилетие. Вот. И пример, как бы, из Советского Союза, вот, и его, как бы, возможность оказать помощь Китаю, это сыграло свою роль. Да, конечно, что экономически не совсем готовы было, может быть, государство и китайский народ к переходу социализма. Ну, вот, видишь, оказанная помощь, как бы, Союз помогли эту задачу решить. Хотя экономически, конечно, не совсем готовы. Хотя, может, поэтому, как раз так, Китай сейчас у себя и капитализм активно развивает, эти монополии уже создают, эти монополии под контроль государства переходят. Вот, значит, поэтому, я не знаю, ты говоришь, поэтому. Нет, ну, посмотрите. А дело в том, что такое этап социализма? Это еще не полный коммунизм, где идут, где встречается старая формация, старый капитализм, и, да, и встречаются попытки создать новое общество, бесклассовое. И тут и то, и другое. И идет борьба, это этап борьбы между старым и новым. И чем закончится, неизвестно. И в Китае есть такая посылка, что он может закончиться тем, что старая победит. все-таки новое общество. Понятно. Я просто к тому, что они, может быть, правильно сделали, что этап капитализма они не стали перескакивать, а сначала все-таки завелюсь о капиталистов, а потом, так сказать, от капиталистов, когда они до монополии вырастут, можно будет перескакивать. насколько мы можем. Или можно было сразу социализм строить, без тяжелой промышленности. Нет, без тяжелой промышленности бесполезно. Бесполезно, потому что для социализма важно экономическое развитие, чтобы соответствовало ему. Что высокий уровень средств производства необходим. Иначе это невозможно. Просто по целому ряду причин еще марксизм это доказал. Ты же изучаешь капитал. Там об этом тоже есть. Поэтому и у нас-то тоже в России, потом в Советском Союзе, мы же тоже экономически не очень были готовы. Поэтому пришлось целый ряд вопросов через НЭП и так далее решать те задачи, которые должны были решиться еще при капитализме. Понимаешь? То есть перейдя к этапу социализма, мы те задачи, которые не решены были в условиях монополистического капитализма, вынуждены были решать в условиях и социализма. Поэтому не все у нас гладко получалось в стране. То есть опять получается, Советский Союз в самом начале все-таки еще занимался капитализмом. Решение проблем, которые достались ему от капитализма, но которые нужно было решать еще в тот период, до наступления социализма. Вот так примерно я рассматриваю эту проблему. То есть получается капиталистический этап пропустить нельзя. Скорее всего, да. Можно под контролем Компартии, но пропустить все равно нельзя. Можно пропустить из поддержки другой Компартии. Да, да. Например, Корея, они же по сути не оболнили, этапа капитализма. То, что был социалистический лагерь, был Советский Союз, это великое дело, это великая помощь и великий пример людям, что можно сделать политически. Экономически, конечно, они отставали, но политически они продвинулись далеко вперед, понимаешь? Они политически ушли дальше, чем тот капитализм, который существовал даже в развитых странах. Вот в чем тут как бы разница. и это все способствовало тому, что социалистическая революция началась именно вот у нас, в нашей стране. В этом плане, надо сказать, что Советский Союз же помогал не только идеи, армии, еще и заводы ставил. Материально помогал, но по возможности. Не просто присылал там автомобили, заводы им строил во всех этих странах. Помогал экономически, помогал экономически, но до бесконечности у нас-то у самих тоже были проблемы, их тоже надо было решать. То есть, по мере возможности помогали. В основном, помощь шла технологиями. А не конкретным денежными, финансовыми средствами. А помощь технологиями. То есть, развивать экономику, развивать средства производства, потому что от развития средства производства, от современности зависит и развитие социализма. Поэтому вот в этом в основном помощь-то заключалась. Академиями. Академиями. Продолжение следует...